Добрый день, друзья! Сегодня я попытаюсь, попробую на камеру написать цветы, пионы, в таком псевдокитайском стиле, на гладком фоне. Что для этого нужно? Попробую, как всегда, с комментариями, с какими-то... Возможно, фильм получится длинным, возможно, коротким, в зависимости, как пойдет от настроения, от всего. Так, вертикальный холст 50 на 70 готовлю белила. Белил побольше беру, их жалить не стоит, краска недорогая. Что нужно? Разбавить, очень сильно разбавить white spirit. Вот они очень густые, они как бы изначально сделаны для... Сейчас я на камеру поставлю... Изначально они как бы сделаны очень густыми для работы с жесткими кистями, для работы мастихином. В моей технике это как бы... Ну, это слишком густо. Нужно их немножко, совсем немножко разбавить. И немножко, здорово разбавить в мастере... Разбавитель. White spirit, скипидар подойдет. Вот. Можно на чистом масле, так, кстати, дышать будет, если вы в каких-то вот дома, например, кто-то рисует, не очень хорошо. Можно на масле, но масло не прощает ошибок. Одно-два исправления, уже грязь. Вот как бы... Но масло немножко добавить в эту композицию нужно, иначе живопись получится как бы очень такой сухой, пастельной, что ли. Как бы это... Чисто технология масляной живописи просит немножко масла, все-таки разбавить масло, а еще лучше лака, чтобы живопись была прочной. Вот. Еще немножко добавлю. Белил. Они все равно не пропадут, краску я после работы собираю как бы... Ну, то есть, все, что живое осталось, оно не пропадает. Оно до следующего сеанса хранится у меня в ведерочке, залитой водой, что и вам желаю. Просто какое-нибудь ведерко, вот где-то оно. Вот он, покажу. Многие спрашивают, как это под водой. Вот так, просто после работы все, что осталось, вот так вот на бочок, раз, все краски, которые остались, вот так вот складываем, заливаем водой, накрываем крышечкой. Так она может храниться вплоть до месяцев каких-то, я не знаю, сколько я бы... На месяц они вот так в таком состоянии были залиты, и сливаешь воду, выкладываешь, как новенькая краска. Некоторые виды немножко густеют. Не знаю, почему это происходит. Некоторые пигменты от воды загустевают, но все равно она свежая. Немножко чуть-чуть разбавить, и работать можно. По краскам пройдут слева направо. Я не знаю, еще что-то, если добавлю, я, конечно, озвучу. Итак, Умбра натуральная мастер-класс. Кадми лимонный ладога. А может и не ладога, не помню. Нет, по-моему, не ладога. Темная ладога, она более светлая. Вот, возможно, ладога здесь и пригодится у меня. Ладога, она принципиально, не принципиально, но здорово отличается от натурального кадмия. Вот. Своей чистотой, что ли, такой, будто там есть белила немножко, как бы, в ладоге. Не такая кроющая сила и более, что ли, такой, звонкий лимонный цвет. Это все-таки желтая краска. Чтобы сделать ее лимонкой, нужно все-таки что-то холодного добавить, типа, не знаю, какой-то изумрудки или бирюзы. Чтобы чуть-чуть лимонный оттенок появился. Дальше английская или... А, нет, индийская желтая. Остатки кадмия натурального мастер-класса. Кадмии желто-темные. Охра желтая, самодельная. Будет время, покажу, как делать. Вот она. Охра желтая. Вот она точно также залита водой, чтобы не покрывалась пленкой. Это из строительного порошка, плюс масло, плюс немножко, как же, воска. Скоро я сделаю небольшое отдельное видео, как делать вот ту же охру. Это очень хорошая краска, светлая, звонкая. В отличие от того же мастер-класса или ладоги, они... Охра желтая у них такая глуховатая, не очень яркая. Здесь же это полноценный цвет. Такой вот, ну, замечательный цвет. Я не знаю, с чем сравнить. Да, наверное, я колерую вот эти белила. Только сейчас пришла мысль, не хотел этого и не думал делать. Я, наверное, все-таки заколерую или охры, или индийской желтой. Сейчас гляну. Индийская немножко напряженная, она все-таки слишком солнечная. Сейчас чуть-чуть для благородства охры добавлю, попробую. Попробую сыграть на двух, так сказать, температурах. Классическое сочетание по цветовому кругу. Желто-охристые и напротив у нас фиолетовые. Фон будет фиолетовые, цветы вот такие желто-охристые. Ну, вот, наверное, вот такой вот будет слегка кремовый оттенок у моих белью. Усугублять не буду. Можно еще более темно сделать, более такой темный, более насыщенный желто-охристый цвет. Но этого будет достаточно. Картина и так будет читаться. То есть это будет читаться как белая. В любом случае. Так. Вот смотрите, разницу на камеру покажу между белилами и... Надеюсь, камера берет разницу тональную. Так, как тут зацепить? Ну, вот видно или нет, не знаю. Сейчас светло достаточно в мастерской. Немножко забеливает цвет. В общем, разница существенная. Так. И еще добавляю немножко, разбавляю состояние. Через камеру я не знаю, как показать пастозность краски. Она очень мягкая, очень податливая. Мастихинчик очень советую. Уже в каких-то видео говорил. Очень советую для палитры сделать мастихин прямой. Если не найдете такого, возможно, они в продаже есть. Прямые такие вот. Мягенькие. Мягкий должен быть. Ну, я это сделал, просто выглянул плоскогубцами. Такой. Очень удобно на палитре работать. Он работает двумя сторонами. Очень быстро, хорошо замешивает краску. В отличие от классического, в котором рабочая сторона как бы одна. Где это у меня? Вот. Мастихин хороший, но хорошо работает на полотне. Здесь у меня рабочая сторона как бы одна. Второй стороной не очень удобно. И скидывать с нее здесь все время накапливается краска. Ее трудно сбросить с обратной стороны. Так вот, по поводу пастозности. Пастозность. Что ж это напоминает? Со сметаной уже надоело сравнивать. Все равно люди делают как бы… Да и сметана разная бывает. Она должна, вот смотрите, с мастихина не сваливаться, но при легком, при таком легком толчке сваливаться. Дайте даже еще, наверное, немножко добавлю. Смотрите, здесь у нас масло есть немножко добавлено. Масла немного. Краска густеть будет на полотне. То есть разбавитель. Вот то, что мы добавляли. Я не знаю, сколько тут добавлено. Граммов, может быть там 20 граммов разбавителя. Оно выветрится. Останется такая загустевшая краска, с которой можно будет работать как бы далее. Поверху что-то делать. То есть не будет болота такого. Если бы мы разбавляли классическим тройником или же маслом. Так. Вот. Вот это у нас. Вот смотрите. Вот она почти еще немножко и будет сваливаться. Теперь я сделаю базовый цвет дополнительный. Ну, то есть цвет фонов. Вот отдельно для него. Достаточно большое количество возьму. Вот такой, не знаю сколько тут, полтюбика этой краски. Сделаю цвет фонов. Наверное, фиолетовый. Вот, да. Ну, как я задумал. Теплые цветы и холодный фон. Точнее, тепло-фиолетовый. Так. Краплак. Наверное, темный краплак возьму. Да. Я не договорил. Тут охра. Что тут? По-моему, не по-моему. Это окись хрома. Голубая FC. Кобальт. Фиолетовый. А, нет. Фиолетовый кобальт. Или ультрамарин. Ультрамарин фиолетовый. Два краплака. Темный и розовый. И индиго. Можно сажу взять. Если у вас есть FC, с сажей будет то же самое. В пропорциях. Так. Краплак. Темный. И FC. Так, делаем. FC меньше немножко. Не немножко, а здорово меньше. Потому что FC более сильная краска. Смотрим. Так. Слишком тепло, по-моему. Еще немножко. Вот. Базовый фиолетовый. Пускай у нас тут лежит. Вот этот яркий фиолетовый, уже с желтоватыми белилами не будет очень ярким. Охра, которая находится в белилах, снимает насыщенность. Колером называют замешанную краску, то есть, где два и более цвета, два и более пигмента краски. Вот это у нас колер, здесь три пигмента, ну уже четыре по сути белила, краплак FC, ну и вот это вот королевская голубая. Королевская голубая это тоже колер, тоже вот на тюбике написано состав, пигмент Blue 29, пигмент White 6, пигмент White 4, то есть, два вида перил, титановый и цинковый и какой-то голубой, точнее не какой-то, пигмент Blue 29, это ультрамарин. Ультрамарин то ли свет, то ли средний, не знаю, но какой-то из видов ультрамарин. То есть, эта краска тоже колер, составная краска. Вот это моноцвет, вот это моноцвет, то есть, это краска. А вот это составные колера. Вот это уже у нас колер, вот этот, это так, к вопросу о терминах. Потому что постоянно студенты спрашивают, что такое колер, что такое краска, что такое пигмент. Краски сделаны из пигментов, из пигментов и из красок можно делать колеру. Так, итак, теперь, достаточно большим флейцем я разношу вот этот колер по всей поверхности. У краев аккуратно двигаем кисточкой, когда разбавлены кистью, работаем, брызги летят, щетинки отпружинивают от края полотна, от края подрамника, и летят мелкие-мелкие брызги. Вот так что аккуратно. Вот здесь можно посвободнее работать. У краев аккуратнее. Кисть, кстати, у меня не минуто, она у масла замочена. Кстати, вот по поводу тоже, вот как хранения краски, хранения кистей, кисти у меня хранятся в подсолнечном масле. Вот они лежат и бросаю туда, потом достаю немножко подсолнечное масло обычное, так, видно, видно, наверное, вот тут они лежат. Единственное, нельзя так хранить очень нежные кисти. Вот я совсем нежные кисточки, приходится и тонкие такие лайнеры отмывать, но это я недолго урокнул, а вот большие кисточки попробую их отмыть, проще замочить, забросить. В том числе и цветочные, я аккуратненько кладу цветочные кисти, они хоть и очень нежные, но у них площадь широкая, соприкосновения, лежат нормально. В крайнем случае, я, наверное, сегодня еще про цветочные кисти расскажу, в крайнем случае их придется немножко распрямить над газом или как-то еще над температурой. То есть кисти очень хорошо выпрямляются от температуры. Так, у них есть память своя, память материала. Так, разношу вот этот фиолетовый. Достаточно яркий, кстати. Вот сейчас заметно, что он яркий. Ну, да бог с ним, не буду дергаться уже, какой он есть такой. Можно было, да, охры немножко добавить больше. Слой краски небольшой, но кроющий. То есть холста, видно, не должно быть. То есть белого вот этого, белого цвета. Но чем тоньше слой краски, тем легче будет работать, тем легче будет перебивать, перекрашивать. Вот, можно даже немножко разровнять. Так, вот, например, вот здесь цветок достаточно большой. Пионы, как всегда. Так, два цветка. Так, смотрим. Тут у нас будет цветок красный. Так, и тут какой-либо цветок. Потом разрыв, тут цветок. И тут два цветка. Небольших раз, два. То есть раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот семь основных цветочков. Так, не очень большие, потому что у нас тут фон будет как бы играть роль какую-то. Так, из-под цветов убираем фиолетовый колер. Вот, если есть возможность, стираем. Тут даже не столько от цветов нужно оттереть. Точнее, что я сейчас делаю. Я убираю белила, которые присутствуют в этом подкладочной краске. Они не нужны. Особенно темным цветам. Здесь будет вот у меня пару темных. Я еще решу, где какие. Светлые и темные. И белила. Ну, то есть это, почему? Белила мешают насыщенным тенем. И белила для теней тоже не нужны. Их тоже буду вытирать. Если плохо вытирается, можно помочить в разборителе. Чтобы совсем смыть оставок. Вот, видите, смоченная в разборителе лучше все это делает. Разборитель, напомню, здесь у меня white spirit и немножко масла. В районе 15% масла. Масла любого, подсолнечное или огняное. Лучше даже один к одному мешать. Или же брать уплотненное масло, оно не желтеет. Если у вас вот такое обычное. А, вот, это, кстати, уплотненное, да. Вот оно не желтеет. А есть обычное масло такое, как это. Сейчас покажу. Вот оно, если у вас просто масло льна художественное. Вот эта штука желтеет, когда в большом количестве присутствует в слоях. Лучше разбавлять его или один к одному с подсолнечным, обычным рафинированным. Или же вообще на подсолнечном масле. Подсолнечник не желтеет, сохнет дольше, но не желтеет. Так, вот, оттерли немножко. Так, это у нас цветы. Ну и для там, где будут темные места, густые плотные тени, тоже не к чему, так сказать, белила. Иначе белила дадут серость. Теперь вытираем руки и приступаем. Сейчас нужно раскидать базу, подкладку под цветы, подкладку под тени, то есть то, что внутри. Для этого щетина нужна, кисти. Кстати, многие вытирают, многие студенты приходят, вытирают кисти, привычка у них, с влажными салфетками. Нежелательно это делать. Да, кто-то вытирает влажными салфетками. Они, кстати, салфетка влажная хорошо стирают краску, снимают. Здесь есть мыло, поэтому хорошо снимают мыло, какой-то, возможно, спиртовой раствор, но главное мыло. Мыло здесь, особенно на полотне, вот здесь вот слои, не нужно. К нему адгезия, не будет адгезии. То есть ослабленная адгезия будет, прилипание, прилипание слоев краски. На мыло ничего, что не лепится, не клеится. Вот, и кисти. Ну, кисти можно вытирать, а вот вытирать холст нежелательно. Так, далее. Щетинкой берем какую-нибудь щетину. Создаем внутреннюю тень. Ну, вот, например, светлому цветку. Беру ту же охру, ту же индийскую. Сейчас пробую. Так, ну, вот так и так. Так, сейчас. Вот, наверное, вот такое что-то внутри. Так, в серединке темнее, снаружи холоднее. Вот в холодность уже можно добавлять базовый вот этот вот колер наш. Пока что вот так вот. И смотрите, что интересно, что важно. Сразу создавать, как бы, объем в подкладке. То есть у цветка что будет? Темно. Вот этот вот, нижняя часть. А, серединка будет, вот рыльца вот эта. Я его отправлю вот сюда, он будет смотреть. Рыльца. Вот это вот. Там, где будут расходиться лепестки. Кстати, вот утемняю фиолетом. Пока не беру каких-то дополнительных красок, беру вот эти желтые фиолетом. Вот это и вот это будет темно. Остальное светлее. И вот эта часть верхняя будет, ну, она самая светлая. То есть сразу нужно создавать объем. И вот этим лепесткам, которые вот большие, крупные, можно немножко тоже посветлее сделать. То есть это не просто должно быть плоское пятно какое-то, а уже сразу немножко должен быть заложен объем. Возьму кисточку побольше. Вот я из ведра взял. Только что вот, что я рассказывал о масле. Масло снял немножко под солнечным. Вот так вот взял, отжал и делал. Все, не нужно не мыть. И вечером голова не болит. Забросил их. Все. В эту ведерку. Так, вот эта подкладка. Просто я привык большими кистями работать. Так, быстрее работа идет. Сразу под красные отдельными кистями лучше работать. Берем фиолетовый вот этот и, наверное, вот этот краплак. Вот такую темную-темную. Краску делаю. Так. Вот сюда его посажу. Без белил. Вот поэтому я белил и оттирал с этих мест. Поскольку там, где будут белилы, вот во что превратится. Нам нужна глубокая тень бордовых цветов. Даже тут можно, кстати, индиго немножко добавить. Нам нужна сажа из индиго для пущей такой вот темноты. У бордовых цветов тени, внутренние тени, они практически черные. Вот такие вот. Чем темные. Так. Вот цветок сюда. И здесь у меня будет, здесь поскольку вверх смотрит, тут немножко более светлая подкладка. его даже можно кадми, точнее краплак розовый запустить. Дальше можно снять излишки. Вот кисти цветочные. Материал синтетик. Они делаются на базе обычных флейцев, художественных флейцев. Кроме, вот еще вот эта вот, это отдельная кисть, это рублевская кисть. Вот шесть кистей. Синтетика. Если производитель не обманывает, это японская синтетика. Ну, не факт. Она служит очень хорошо, чьей бы она ни было. Очень хорошо служит. Очень долго. У меня на работе есть кисти, которым три года и более. Итак, вот новый наборчик открыл. Смотрите, им нужно что? Очень мягкая краска. Они работают акварельно. Вот. Вот эта густая краска можно и работать, но это не то. Это получается уже классическая живопись. Краска должна быть разбавлена для этих кистей очень жидко. Очень-очень жидко. Она должна буквально растекаться по палитре. Вот. 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 Вот такую краску мы должны сделать для этих кистей. Бельё. Дальше. Вот. Вот. Кисточка должна быть полностью пропитана веществом, разбавителем и краской. Полностью. и краской. Тогда она собирается не на трепется. Её держит вакуум. Вот. Она должна быть вот так вот собрана. Вот. Вот. Тогда она хорошо пишет. Если она растрепалась вот так вот, вот бывает такое, что трепется, тогда её нужно погреть. У меня об этом есть видео отдельное. Любая кисть может греться. Здесь она проклеена бокситной смолой. И поэтому в процессе работы она может вот немножко, в процессе работы, пока она ещё не отработает, не собралась в свою форму от работы, не преработалась, так сказать, она может немножко… это нормально. Она может быть слегка… вот сейчас это происходит. в принципе не трудно взять, собрать немножко или в бумажку обернуть и погреть над газом, тем же газом или же над строительным феном. Температуру 150 градусов примерно нужно. Вот. Хотя иногда и лёгкая вот эта растрепанность, она идёт на пользу. Красивый след получается. Так. Обвойняем. Листочкой опять же помним, промакиваем её и пишем цветок. Цветок, напомню, ещё раз напомню. Цветок пишется, ну, почти все цветы так пишутся, есть исключения, но это очень редко. Почти все цветы пишутся от кончика к основанию, не наоборот. И кисть, плоскость кисти всегда держится перпендикулярно центру. Вот у нас центр, мы всегда, вот эта плоская часть всегда держится. вот сейчас она вот так пошла, то есть начало движения вот перпендикулярно мы ведём сюда. Тут вот она уже пошла вот так. Вот так, вот так, вот так. Вот это важно. Большая кисть. Вот я сейчас сороковочку открою. Точно так же. вот сейчас я её пропитываю. Пропитали. Сначала полутон, конечно, нужно взять не так светло писать. Вот тоже перпендикулярно начало. Вот вход, начало движения. Вот видите, вот эта кисть, вот она перпендикулярна. Это, что касается вот этих мазков, вот эти тоже, если они растопырены, они тоже начало перпендикулярно центру. Вот так, вот так. Вот цветок небольшой, относительно небольшого размера, не очень удобно показывать, но, в принципе, я думаю, вы понимаете. Вот что вот этим мазком? Мы все вот сводим вот сюда. начало движения вот такое. И это практически все цветы так пишутся. Что хризантемы, что тюльпаны, все время от кончика лепестка мысленно в его основание, там, откуда он вырос. Смотрите, вот сейчас я работаю с полутонами, потом краска подсыхает, подсохнет, я пройдусь светлым. То есть более светлым каким-то уже таким на грани белил. И еще такой момент. Вот эту разбавленную краску я еще ее разбавляю. То есть, ну тут получается во много раз больше разбавителя, чем краски как таковой. Это уже абсолютная акварель получается. Начинаю обычная с маленькой кисточки, с двойной вот этой вот. Она как бы дает разогреться и дает понять, куда собирать большие лепестки. Работаем всегда на высветление. Это тоже. То есть по темному то, что мы нарисовали, мы должны прокладывать и идти на высветление через полутон. То есть не сразу самая светлая, а сначала полутеневые, спокойные краски, потом по мере подсыхания краски еще все более и более светлыми мазками и лепестками. Вот тоже начало лепестка перпендикулярно центру. Уходит начало жесткое, а выход плавный. Как бы выход должен слиться, выход мазка со своей тенью. Уйти в тень. И как бы, кстати, тени, ну это важно, мы не должны полностью забивать. Вот здесь я немножко забил тени, как бы под каждым мазочком должен быть чуть-чуть немножко сохранится та тень, которую мы писали ранее. Такой момент еще. Если кисть, вот это хорошо такая, мне вполне устраивает, вот эта сороковка, у меня такое чувство, что она чуть-чуть жестковатый и чуть-чуть берет краски больше, чем нужно. Такая мере она жесткая. Ее можно обрезать. Вот ее можно обрезать. Взять острый ножик и немножко, вот я не знаю видно или нет, кисти уже зарезаны вот здесь вот, немножко еще более снять излишки. Так. И так. Но до определенного, до разумного предела, иначе она перестанет писать. То есть она будет слишком, слишком такая полупрозрачная, как бы краской брать не будет. Вот, взяли. Сейчас она и экономнее будет, и чуть-чуть помягче стала. Вот она. Она стала мягче и немного меньше вещества будет забирать. Это тоже важно. Но, повторюсь, это очень важно. Если перья взять больше щетинок, снять больше, чем нужно, она перестанет писать. Это как любая краска. Точнее, с любой кистью тоже самое может повязать. Да. Вот пробую. Сейчас кисточка стала заметно мягче. То есть она вот такая уже мягенькая. Вот. Вот смотрим. Начало еще раз. Медленно показываю. Раз, уходим. Раз, уходим. То есть перпендикулярно всегда ставим. Мы как бы ходим. У нас как бы овал. Ну, в ракурсе всегда овал получается. Мы как бы ходим по этому овалу. Вокруг центр пляж. То же самое вот с этими, повторюсь, лепестками, которые у нас отходят. Они могут быть или вогнутые, или изогнутые. Но все равно начало всегда перпендикулярно центру. То есть плюс-минус. Оно может немножко, конечно, играть. Тут дело такое живое. Как хранить кисти цветочные? Они большие. Ну, большие, конечно, реально. Их отмывать очень сложно. Вот. Их желательно просто замочить в масле. Можно, если небольшой промежуток времени замачивать, точно так же в подсолнечном масле ставить их. Но они могут немножко загибаться, поскольку кончики нежные очень. очень, что лечится. Это не страшно. Можно опять же погреть или как-то, или в процессе работы они выпрямляются. Ну, если промежуток длинный, лучше просто немножко отмыть в разбавителе. После работы просто остается разбавитель. Чуть-чуть вот взять, снять вот эту вот краску, которая осталась, и потом взять подсолнечного масла. Неохота брать подсолнечное масло и сказать, ну, вот, допустим, это подсолнечное масло. Взять какую-нибудь баночку, там, ложку этого масла подсолнечного, а еще лучше оливкового масла. Взять и вот так вот промочить, промочить, чтобы она пропиталась. Все. Вот она пропиталась, она покрылась пленкой, подсолнечное масло долго не сохнет, она там, может, дней 10 в таком положении, то есть как бы законсервирована. Еще лучше в оливковом масле. Оливковое масло не сохнет вообще, то есть вы промочили в оливковое масло, полностью пропитали, все вот эти шесть кистей можно завернуть в полиэтиленчик, в черный какой-нибудь, чтобы это все, или в какую-нибудь коробочку найти пластиковую, чтобы это все лежало, кислород не попадал в свет и кислород. И все. И в таком положении она и долго, может очень долго хранится. Вот. И в том числе она не портится. Отмытья кисти, любые кисти, даже синтетика, она портится. Она немножко выходит из строя, она трепется, все равно там не домываются какие-то части. А вот так она законсервированная, спокойно лежит. Я очень много, у меня много кистей, они все вот так, ну точнее на работе много кистей. Их там, не знаю, килограммами меряю там, даже не штуками, штук 300, наверное, если не больше. Вот. Точно так же я беру и замачиваю. Беру прям несколько штук, обмываю и замачиваю в масле. Вот. Это очень хороший совет, это касается любых кистей, в том числе, ну всяких, всех кистей, вот так вот держать их в масле промасленным. Потом смываем. Если это масло оливковое, то нужно тщательно смыть, желательно даже потом немножко это оливковое масло чуть-чуть вот так разбавить разбавителем, снять его. Иначе в нам, в работе не сохнущее масло совсем ни к чему, как бы. То есть подсолнечник не страшно, вот оливковое масло, настоящее оливковое масло, повторюсь, не разбавленное подсолнечником, как у нас в России любят делать. Настоящее оливковое масло не сохнет. Да, двойной кистью можно работать как вот так, уголочком, оно будет одно оставлять. Вот так вот два маска, случайных таких, немножко непредсказуемых, но они нужны для такой природной похожести, что ли. Ну и для скорости, быстро и эффективно. Начинаю, как правило, всегда делаю со световых лепестков, потом он потихоньку пригрязняется, вот здесь уже видно заметно, вот он первый изначально, вот он же второй, и переводим в тень. Это, конечно, не очень правильно, тут мы еще и температуру должны поменять, но хотя бы вот этим способом мы очень эффективно делаем, ну, объем, что ли, тональную разницу, точнее, ну, объемность. То есть первый мазок, уже не задумываясь рефлекторно, ставлю наверх, потом в полутень, потом в тень, глядишь, он попадет и в температуру, и в тональность, в нужное различие. Тем самым мы создадим объем, не подбирая отдельно каждый лепесток, хотя что более правильно, но хотя бы вот этим таким механическим достаточно способом все это можно делать. Так, для цветов, для больших достаточно, берем вот эту кисть, берем точно так же мягкую краску с градиентом, градиент, повторюсь, с одной стороны светлее, с другой темнее, и подбираем под палитру цвет, чтобы не выбивался, чтобы не был очень ярким. Тут важна зелень, такая штука, такая краска, что нужно внимательно отнестись. Более-менее не вышибает из цвета, вообще из температуры. И тиражируем, то есть работаем с этой краской. То есть она и по температуре подходит к этому освещению, и по яркости не берет на себя лишнее, как бы не забирает от цветов. Вот, хорошо плавится вместе с подкладочкой, которая абсолютно еще свеженькая, но уже немножко загустело, уже вот даже запаха нету, вот это был запах минут десять назад, сейчас уже нету, разбавитель выше. Осталась краска такая же по плотности, как в тюбике в тонком слое, если бы возможно было так разнести. Так, смотрите, еще у нас должна быть кисточка для обрезки. Желательно мягкая, какая-нибудь небольшая. И мы этой же краской, которую мы замес делали, ну вот эту наш базу, вот эту можем подрезать немножко, делать характер цветку. И уже тут можно, поскольку краски живые, свежие, можно, не можно, а нужно погуще ее вложить. То есть, чтобы перебить, не поднять вот эту, в данном случае, желтизну, вот, урезать их, урезать прямо. Вот она не отличается от фона и фальширить не будет. То есть, вот, она сейчас разбавится. Вот, кстати, если заметно на камере, она чуть-чуть белесее, чем окружение. Это до момента, пока выветрится разбавитель. Она потом сравняется жестко, ну, то есть, четко с этим, с фоном. Заметно не будет вот эти новые маски. Если сюда не попадет другая какая-то краска от цветка или еще чего-нибудь. Вот обрезали и замаскировали. То есть, немножко растянули вот эту обрезку, натянули на фон, чтобы она не была такой четкой. Восторожности. Зап approached Hejson. После Melissa Setyajos estão на землю. Удив bure ripped рисом. Была officer. Тихо теперь планируется решение. Например,обив он rzeczy оесть. Пот semi не будешься за prankу. Успернись. Скажу еще. Усложивание между собой. deceiveАнули в calmest trap. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...